Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Христос воскрес! Номер 148. Вопросы и события дня прошедшего. Задавайте вопросы. 7 мая 2016 года. Приближается летнее время, где мы потеряевки будем и теперь изменилась как бы заголовок. Краткая маршрутка тем, кому разрешено приехать на крещение 10 июля 2016 года. Я читать не буду, буду помещать. Замещайте себе и считайте. Считайте, копируйте и без разрешения категорически запрещается приезжать. Поэтому надо сначала мне написать. Нас, тем более, приглашаете и потеряевские. Я-то в городской живу в городе. Ну, как почетный член деревни, имею какое-то право. Вот это себе прочитали, то тормозите и можно читать. И дальше. Ни грамма в сторону, кто поедет, ни на кого не складывать вину, что поехали неправильно. Здесь обдумано все. Главное, вот телефон красным, который указан. По мобильному больше двух минут нельзя разговаривать. По мобильному. Вредно. И не чаще, чем пять раз в сутки. Это максимальная норма. Лучше, меньше. Я лично никогда не звоню, никому не звоню. Практически не звоню. Мне звонят и у меня денег нет на это. Вот. Ну и вот скайп. Вот оно указано, где Игнатий 10. Теперь он ехать с двух сторон могут заезжать. От Барнаула и от Москвы. Вот тоже здесь все, все сказано. Каждому брать с собой две простыни и наволочку. Обязательно, кроме обычной обуви, взять резиновые сапоги, пояс, платки. Ну а у нас детский лагерь открывается с 10 июня. Это 45-й год будет. Единственный православный лагерь в Голославском Союзе. Вот теперь читайте. Вот это, что это означает? Это вот маршрутка, как проехать. На этой неделе, в конце недели, в начале следующего, 15 мая, вот ровно через неделю, будет День деревни 25 лет. Следующий отмечать себя будет через 25 лет. Нас уже там не будет. И поэтому много просили. Я оповещаю всем. Запрещено было приехать. Но вот решили сделать День открытых дверей. Приезжать желательно только в этот день. Не раньше. Если раньше, это там не рассчитали где-то. Поэтому с собой, чтобы все было. Автономное существование. Без разрешения не приезжать. Персона нежелательного нон-грата. Со всеми вытекающими последствиями. Вот. Считайте. Ну а дальше уже отсчет за прошедший день. Вот. На меня когда нападают, ну разное там, религиозное, епископы, архиепископы нападают. Священники. То, друг. Как правило, украинцы. С Украины. Почему? Это самое главное. Те, которые продвигают католицизм сюда. Они под видом православия сюда залезли. Их все фамилии. Все. Проверьте. Посмотрите. Это не евреи. А может и евреи под этими фамилиями. Тут. Всякое продвижение к Богу, ко Христу намертво запечатано. Ничего не знает. И притом лгут напропалую. Вот. Сегодня батюшка кое-что скажет тут. Как было. Приглашает на день деревни. И как один епископ просто в открытую говорит неправду. Ну. Просто ненависть пышет о что-то. Никогда не встречался. Ничего не говори. Не встречались. Вообще ничего нету. Так. И теперь. Ну. Вообще даже сказать нельзя. Дальше что. А раз к нам расположен митрополит. Значит. Митрополита свалить. То другое. Почему. Потому что во свете. Высвечилась. Вот когда человек. Взломщик. Магазин ломает. Он больше всего ненавидит. Когда поймает. Того кто осветил его. Что он делает. Так вот эти засланцы. Все. Везде захватили. Здесь все. Западная Украина. Как правило. Это все. А прокатоличные. Из поколения в поколение. Они сейчас в православии все это. Разрушают. Напали на патриарха. Патриарх тут. На готовое уже пришел. Главное это разрушители. Это вот. Оттуда священники. Все. Бритых. Всех привозят. Крещение как попало. Это они заразили всю русскую православную церковь. До основания ее разрушают. Крещения то нет никакого. Обман. Некрещенная Русь. Ладошкой по голове. Каплет и все. Попежники. И я им отвечаю. Далек я от того. Чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру. Не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою. И не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Это я беру как для меня. Враг мой будет как нечестивец. И восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру. Когда возьмет. Когда исторгнет Бог душу его. Услышит ли Бог вопливо. Когда придет на него беда. Вот эти майданы. Когда пришли на них. Все ереси. Какие только ереси. Все с Украины идут. Все. Это плацдарм сатаны. Сегодня. Все гей парады. Все там идет бурным ходом. Какую ереси не возьми. Везде. Тысячи. Тысячи. Собираются харизматы. Везде. Украина. Это не окраина. Это центр. Ей менять надо название. Москаляку. Нагеляку. Веры-то никакой. Я говорю только о вере. Веры-то никакой нет. Кто такой Денисенко? Преданный анафеме. Из них же был. Патриархом. Да такого в вашем мире нигде нет. Преданный анафеме, что был патриархом. То есть какую мерзость не возьми. Все это ползет с Украины в религиозном плане. Бог попустил. Вам надо одуматься. Не нападать на кого-то. Путин виноват там. Путин. А Порошенко. Порошенко. Путин путает. А Порошенко. Порошенко одна. Порошенко. Вихрь и ветер. И мы за него молимся. За Петра. Каждый день. Услышит ли Бог его. Вопль его. Когда придет на него беда. Будет ли он утешаться вседержителем. И призывать Бога во всякое время. Они Бога вообще не знают. Евангелие совсем не знают. Ставят их епископами. Но друг друга проталкивают везде. И Алтай заражен уже этим. И все они ненавидят то что я говорю истину. Возвещу вам что в руке Божией. Что вседержителя не скрою. Больше года уже мои книги исследуют в Почаево. И ни звука нигде нету. Вы еще не найдете. Кроме грозного обличения. Вашего безумия. Что вы делаете. Лютые волки. Не щадящие стадо. Вот. Все вы и сами видели. И для чего вы только пустословите. Я говорю это конкретно то что они на меня нападают. Вот. Кто у вас епископ. Кто другое. Мы были московской патриархией. И она нас поедом заедали. Здесь были. Кто Войтович. То все. Все фамилии. Все. Я уже других не называю. Все. Списки которые мы занимались. Библейскими уроки были. Все передавали в органы власти. Все передавали. Исповедует нашего знакомого. Близко одного. Я не знаю. Минут двадцать наверное. Если больше. Володя Толстенко. Из Усть Тальминки. Я говорю. Почему с тобой разговаривать так долго. А все спрашивал. А Игнатий говорил вам не голосовать за советскую власть. То есть. Безбожики. И Бог убирает их. Помаленьку. Александр Марьяцев. Благодарю Игнатия Ихановича. Вот в этом стихе. Весь вы. И есть. С точным курсом. И единственным стремлением. Дай Бог. Чтобы вы до многих донесли сие. И что есть одна правда жизни Бог. Спаси Христос. Райхан. Мудрость ваша из опыта жизненного и трудов неисчислимых. Которых не осилить нам обычным людям. Людишкам. Игнатий Тихонович. Я уважаю. Восхищаюсь вами. Это из свидетелей Югова. Пришла православие. Казахстан. Вашим самоотверженным трудом для нас. Спасибо. Да благословит вас и Югова. Райхан. Впредь говори не спасибо, а спаси Христос. Андрей Ложкин. Военный. Мир вам Игнатий Тихонович. Он приезжал сюда у нас здесь. Христос воскрес. Ой. Проверяет старшая сестра дома Лея. Мир вам Игнатий Тихонович. Спасибо за полезные душевные стихи проповеди. Очень много мыслей и размышлений. Которыми хотелось поделиться с вами. Начну с этих стихов. Это мои стихи. Я помаленьку посылаю. И вот пишут. И все спасибо. Спасибо надо исторгнуть. Это не христианское. А то спасибо Богу. Ну даже смешно звучит. По-небратски. Бесстрашие. Нужно пользоваться библейскими словами. Библейскими. Христос спасает. Принцесс. Спаси Христос. Даже спаси Господи не так звучит. А именно Христос чтобы прозвучало. Я рассказывал тут случай какой был у нас. За одним этим только. И Господь побудил скольких людей. В принятии истины. В поезде шли. Сказали спаси Христос. И четыре часа только в день пришлось проповедать в ресторане. В поезде. В школе мы разучиваем. Разучиванием. И разбираем. Разучим наверное. Тут надо убрать. Разучим. И разбираем огромное количество стихотворений. Стихов. Но кто во взрослой жизни вспомнит такое количество стихов. И сможет сказать что тот или иной стих помог мне. И направил меня на путь истинный. А вы помните. Вот я двадцать шестой том. Я привожу. Отвечаю студентам. Я в разных университетах вел занятия. Говорю в течение допустим месяца. Я буду отвечать на все вопросы. Только стихами поэтов. Триста поэтов России за триста лет. Это двадцать тысяч файлов. Я около шести часов мог стихи считать. Разных поэтов. Поэтов мирских. Начиная с Сумарокова. Вот оттуда еще Ломоносова. И кончая с самых последних. И Расул Гамзатов. И которые сегодняшние. Дементьев. Бог дал мне любовь к этому делу. Наверное лишь единицы. А вот если ваши стихи преподавать в школе. И делать по ним разбор и писать рецензии школьникам. Сколько бы узнали ученики и сами учителя всего нового. И открыли бы для себя совсем другой мир. Мир Бога Живого. Но. То есть у меня готовы на нашем сайте. Готовы к изданию четыре тома. Стихов моих. По восемьсот страниц. Притом не просто один куплетик. Каждое стихотворение из девяти куплетов. 36 строчек и эпиграф из Библии. На одной странице вмещается сорок две строчки. И все они заняты. Все сорок две. В восьми томах. Это в четырех томах по восемьсот страниц. 3467 стихотворения. Я не поэт. Интересно как. Встретила знакомая. Она бывший первый секретарь центрального райкома партии. КПСС. Она сейчас работает в социальной сфере. Краевой администрации. Ремнева Надежда Степановна. Хорошая женщина. Ну хорошая просто. Она за меня заступилась. Помогла сдвинуть. Когда я судился. И она дала отчет. Перестаньте безобразничать с законом. У Лапкина незаконно изъяли. Все когда посадили. И так началось. Началось. Одиннадцать лет. Суд шел. И я его выиграл. И она мне говорит. А почему вы не защищаетесь. Одну книжку мою увидала. Я говорю. Да что защищается. Бог защитит. Да нет. Я на том что кандидатскую степень. Кандидатскую. Да мне зачем она нужна. Ну скажите. Зачем мне она нужна. Что она мне нужна. У меня ни медали нет. Ни одной похвальной грамоты. Нигде нет. Моя похвала только в Иисусе. Помню Алтайский государственный технический университет. Сейчас он больше стал. Двадцать одна тысяча студентов. Ну кто слушает. Вы понимаете что двадцать одна тысяча студентов. Кажется восемнадцать стран сюда посылают студентов. То это большой университет. И вот там видимо обратились к ректору. У нас просто братские отношения были. Лев Сигнеев Владимир Васильевич. Там доктор. Академик. Он на посту своем потом и умер. Вот. Умер по христиански. Как он меня встречал. Где бы он не видел. Обнимет. Ко всем обратиться. Вы знаете кто это. Я преклоняюсь перед этим человеком. И приходил на занятия тоже. Ну к нему обратились разные бизнесмены. Дескать. Ну вот считает. Воу Ван. Там русские новые. Мы ничего не знаем. Вы не могли бы нам как то уроки преподать какие то. Чтобы наш уровень то поднялся. Представьте. Бизнесмены. Обратились только в этот университет. Не в Алтайский государственный. Где. Ну. Такие науки. Которые не связаны с техникой. Как культурология разная. Он говорит. Есть. И тоже мне. Звонит и говорит. Вы не могли бы провести уроки. А с кем? Бизнесмены просили. Ну какой я преподал. Да вот что. Игнат Игоревич. Ну я пришел. Узнал что. Где. Когда. В какое время. И правда. Директоров. Разных. Там. Консорсиями. Какие то. Что только нету. Там. Пришли. Ну я провел. Пара часов называется. Пара часов. Два раза. Это все. Я говорю. Я просто не могу. У меня пять университетов. Двадцать. Примерно. Школ. Техникум. Три радиопрограммы. У меня просто. Времени абсолютно нет. Воинские части. Все отделы милиции. Заводы. Фабрики. Это все у меня было. В руках. Тысячной аудитории. Вот. Ну я провел занятия. И все. Увидел ректор. Зайдите сюда. Я зашел. Так. Вот. Выписаны вам. Квитанции. Или как назвать там. Получите деньги. Какие деньги. Ну вы же. Вели занятия. С кем. Ну с бизнесменами. С кем. С кем. Да Владимир Васильевич. Ну перестаньте это. Это же работа. Я пошел там. Такая сумма. Я говорю. Это не мне. Это ошиблись какие-то. Нет. Это вам. Да я такой суммы и не видал. Четыре часа провел то. Я тогда пошел опять назад. К этому. К ректору. Я говорю. А за что такие деньги. По штату положено. Я говорю. Как вы меня провели. Как профессор. Я не защищался. Какой я профессор то. У меня. Да вы что. Там с таким восхищением эти говорили. За четыре часа он наш уровень какой. Я там свою выгоду имел. Я обратился. К строительным трестам. Я говорю. Если у вас у кого-то. Ну там. Которая мелькомбинат. Там разный. Если у вас. Ну. Держа это называет. Замешивать муку. Которая автоматически. Нашелся один. Говорит. Она немножко сломанная. Ну можно поправить. И правда. Мы ее переволокли. Или они сами привезли потеряевку. Вот как. Я пошел и получил. А потом встречаю одного. Он. Главный редактор газеты. Местной. И преподает в университете. Я говорю. А сколько ты получаешь. Он называет. Мизерная такая. Я говорю. А что это такое. Что это за цена такая. Ведешь. Ну. По штату. А кто ты. Ну дальше кандидат. И все. Так мало платят. Я говорю. А мне такое. Так это говорит. Не профессорская ставка. Это вам говорит. Лауреата Нобелевской премии дали. Сколько накрутили. Там еще дополнительные. Какие-то награды. Заслуги. Или там. Выслуги. Что-то такое. К слову сказать. Я вот в университете. Там. 17 лет преподавал. Это же. Ректор. Вызывает меня. Ну вы деньги-то регулярно получаете. Какие? Ну преподаете это. Ведете занятия. Это я. У меня две пары часов. Каждую неделю было. И уже 17 лет. Я не получаю. Как не получаете? Да вы что? Он тут же выписывает. И тут же сразу мне насчислили. Там такая сумма. Я поперхнулся буквально. Я пошел. Она там сидит. Которая деньги-то выдает. Кассир. И говорит. А у вас ИНН какое? Я говорю. Какое ИНН? У меня нет его. Ну. Давайте сейчас это вроде где-то там. Как-то то-то через кого-то там. Делают. Запишем. Я говорю. А я не согласен. Мне не надо это. Ну а так мы не можем выдать. Я говорю. Ну не выдавайте. Я повернулся. Ушел. Я знаю, что я воевал. Выиграл процесс. Ну как так? Против кого я буду воевать? Я же для Бога это делал. То есть в моей жизни, что бы ни коснулось ИНН, вот эти знаки, чипы, это все по мне прошлось. И Бог позволил красиво выйти из этой игры. Так просто удивлялись и преподаватели там профессионалы. И вы отказались конечно. Так а что вы считаете это печать антихриста? Да не считаю я. Я мысль так же как патриарх. Это Иоанн Крестьян там кто там был. Ну чтобы не... И Осипов там. Что это не печать антихриста, но это момент, где нужно остановиться. Вот около храма Христа Спасителя на этой стороне канала прям метров 250 храм на Берсеневке Николы называется. И там игумен Кирилл Сахаров. Московского патриархата. Не единоверческий. Всю службу ведет. Все ведет по старому стилю. По Дониконовским. И там патриарх у него бывает. И вот он иногда звонит. Что делать? Говорит наседает. Он единственный храм Николы на Берсеневке, который не принял ИНН. Там грозятся. Я говорю, ну это не печать. Ну упритесь. Вы пример даете. А тут? Тут уступить. Тут уступить. Но антихрист придет. Вроде мы тогда врежем. А то врезать то уже нечего. Уже. Как один тут протодиакон и говорит. А если антихрист придет, что? Ну я подойду. Ну поздороваюсь и скажу. Желаю познакомиться. Ну шутка конечно. Вот. Познакомишься с ним. Он познакомит тебя. Вот. Я просто попутно это все вспоминаю. И как интересно можно жить. У меня никакой грамоты нет. Никакой. Только строительной технике. Учился в высшем бареходном училище. Все. А остальное самостоятельно. Все. И святых отцов и канона. На каноны отдал около трех лет исследуя. До ареста теми антихриста. Протоколом силовских мудрецов. Это я отдал 14 лет занимался. Всю. Публицистику. Литературу. Какую мог только достать. И еврейскую. И дореволюционную. Заграничную. Но и вышли материалы. Ну и загремел за решетку. С условием что я никогда оттуда не выйду. Но Бог меня вывел. Вывел. В первый день когда я вернулся. Сразу приехали сотрудники КГБ. И спрашивают. Да как он вышел. Помните фильм Юда Бенгурта. И как. А. Кесарь. Милость. Кесаря. Молились за него. Горбачевская была. И вышла не амнистия. А помилование. 25 марта. В 1987 году я вылетел на свободу. Вот как Бог делает. То есть приговоренный к смертной казни. Вышел живой. Фактически там сроки наматывали. Никогда нельзя было выйти оттуда. Попутно все говорю. Этого не существует по стихотворениям. А существуют лишь сухие губительные цифры. Которые только и губят сознание и душу ребенку. А не раскрывают в нем весь внутренний мир. Если бы дети со своим мышлением начинали бы искать истину из этих стихов. Хоть малое количество. Но нашло бы ее обязательно. И не было бы того, что сейчас происходит в школе издевательства, гонения и унижения. Как-то тут старейший был поэт. Он 92 года или 93 умер. Марк Иосифович Юдалевич. Ну понятно, что за фамилия и кто он такой. Человек на войне был. И как-то были мы в одном месте таком знатном. Ну одно стихотворение я его прочитал. Он поэт. Там книжек без счета вышло. Так он аж отшатулся. Это ваше стихотворение. У меня ни одного такого нет. И которые мои стихи считают. И стихами-то нельзя назвать. Лапотные такие. Но я их называю проповеди стихах. Там два-три перехода. Экстраполяция из временной. Там до давнейшей формы на сегодняшний. Конкретно каждому человеку. Мне один такой знаток стихах. Начал считать. На ваши стихи надо отдельно писать толкование. Ну напишите толкование. Вот. Так потом прочитал второй раз. Ой-ой-ой. А третий раз прочитал. И говорю. Да вы нахал. Вы что тут написали-то? Ну вот и тут и оно. Когда докопаешься. Там столько по тексту. И вот. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихов. Ну вот. Что это такое? Ну знаете пачку продают. Бумаги печатать. Пятьсот листов. Это что семь пащек. Я рукой вот этой вот. И списал. И черновики у меня есть. И ни одной помарки нету. Ни одной вообще. Я пишу с чистого листа. А как это может быть? Понятия не имею. Я стою на молитве. В это время одна строчка мелькнула. Я тут же на молитве ее записал. Записал. А потом уже буду отдельно помолимся. И у меня только рука пишет. Иногда в один день четыре стихотворения даже было написано. И все имеют смысл спасения души. Я попутно все это вспоминаю. Встречи разные. Как-то в литературном институте там руководил этим семинаром. Или кто? Лев Ашанин. Я пришел. По одному стихотворению даю. Говорит. Так меня просто просили. Я три стихотворения рассказал. И он взял выражение такое. Говорит. У нас впечатление такое. Что ветер ворвался. Говорит. Распахнуло окна нам и двери. Все форточки. Я не понимаю. Ничего. Ну вы послушайте о чем там говорится. Еще раз повторяю. Эти стихи. О которых я говорю. Они находятся. Сейчас я время покажу. Вот это сегодня два, три, четыре, пять, шесть. Вот шесть роликов сегодня я поставил. И вот если я... Это у меня что открылось? Ага. Вот это сайт. Вот это наш сайт во свете Библии. И вот здесь все стихи. Вот это стихи написано. Это наш библейский православный сайт. Вот сюда зайдите. Четыре тома по восемьсот страниц. И в каждом томе сто шестьдесят цветных листов. Это страниц должно было быть. Но издать невозможно. И денег нет. И очень-очень дорого. Это почти два с половиной миллиона требуется. Похоже так. На тысячу экземпляров. На четыре тома. Ну поэтому они в этой версии есть. Но остальные это большинство стихов в моих книгах рассыпаны. Вот я опять дальше продолжаю. Ложкин пишет. И через все это проходит безвинная душа ребенка. О которой совсем не пекутся и не утешаются учителя. А лишь показывая бессмысленные цифры на листах бумаги. В большинстве которых даже не прикреплены к делу исчезают в прахнутость. О, чего сделали, прочитали. Сколько нам нужно лет, чтобы пересмотреть свое отношение к научению детей во Христе? Наверное не важно сколько лет, а важно сколько мы перетерпим за это время и поймем, что без Христа и без его живого слова все это пусто. Дай Бог, чтобы ваши стихи вошли в школьные программы, как многие стихи еретиков как зарубежных, так и нашей отечественной литературы. Которые изучают в школьной программе, по которой мы убиваем души наших детей. И заставляем их думать такими же пустыми категориями. Спаси вас Бог, мой духовный отец, Игнатий Тихонович. И вот эти, духовный, мой духовный отец. Как я духовный? Я не имею никакого сана. А подлинное духовное отцовство, там где я родился, духовное. Я родил вас, апостол Павел говорит, благовествованием. Благовествованием. Меня даже мусульмане некоторые называют отцом. Это Бог так делает. Ну не завидуйте, что я говорю-то. А вы говорите о себе. Ну а моя страница, я и говорю об этом. Как я говорить буду о стихах, которые мои стихи разбирают-то. И вот, вы сколько их знаете. Я интересные случаи имею. Тут кажется, Крымская Санкт-Петербурга. И видимо она стихами занимается. И она прочитала. А вы вот можете сказать, кто это написал? Ну и там один куплет. Я говорю, это говорил Романович Держан в таком-то году. Но полная поэма называется Бог. И вот как написано. И что об этом сказал Кюхельбекер. Да полно тебе, да понимает ли, Гавриил Романович, что он написал. То есть такое, что вот этот трехтомник, я его включил. Нового завета толкования-то. И она вот это да, знаете. А вот это вы скажете опять. И приводит два куплета. Ну и я понял, что это ее сильно интересует. Я говорю, это армянский поэт такого-то века Григорий Нарикати. И как называется. Я туда как сыпанул. И она говорит, я чуть не упала. Да я всем расскажу. Это такой редкий поэт и прочее. Я их всех. 300 поэтов мира. За 300 лет, что я издавал антологию в свое время. Почему? Я просто интересуюсь. Мне это интересно. Едем в поезд. Я до 6 часов мог рассказывать поэтов разных-разных-разных заграничных. Ну, каких-то, трудно даже назвать, каких я их не знал, не считал. Да бог дает. Я прочитал и мне оно нравится. И сохраняется. Удивительно. 50, да 60 лет почти назад считал. Да, 50 с лишним лет в армии. И эти стихи так в памяти у меня остались. Там Стуруа, там редко кто знает где-то. И я их считаю. Инна Мельник, США. Здравствуйте. Случайно отправила вам сообщение, которое для другого адресата. Игнать Тихонович, у меня сейчас очень сложное отношение с мужем. Помолитесь, пожалуйста. Пусть Господь защитит от развода. Мы только познакомились, она немного стала говорить. И я подумал, у нее будут вопросы с мужем. Прямо крепко. Я уже начал молиться раньше времени, после первой встречи. Она ничего не сказала. Ничего. Мне на душу легло. У нее будут большие затруднения с мужем. Гонения могут быть. Может даже до развода дойдет. Я знаю. Как и вдруг она об этом пишет. То есть я уже заранее предупрежден. Я отвечаю, не переживайте. Все, что Господь избирает для нас, и есть то самое и нужнейшее. Хотя и горькое лекарство. И раньше были разводы. И совет таким уже вымерен миллионными тиражами. От этого не умираю. Это только здоровее духовно становится. Поистине свободными. Ну и пишу 1 коринфянам 7.27. Соединенный ты с женой. Не ищи развода. Остался ли без жены. Не ищи жены. Уходили жены. Но совет дам мужьям. А косвенно и женам. И вот интересно. Я стихотворение одно вчера кое-кому разослал. Но у стихотворения у меня эпиграфы. И вот притча 18.15. И менее богатого крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. 1 Тимофея 3. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. 3 Ездры 8.44. Так и человек созданный руками твоими. И ты называешься его первообразом. Потому что ты подобен ему. Для которого создал все. И которого ты уподобил всеми земледелец. Обычно человек подобен Богу. А здесь наоборот ты подобен ему. То есть видите какой оборот речи. Знаете ли кто. Я удивляюсь этому. Перечитываю. И на стихотворение вот это я разосал. И на него как раз отвечают. Вообразим. Что как-то в православии епископы священства возродились. Что к нам из Византии еще мощей не сплавили. Писания в монашестве еще не извратили. Вообразим. Что так вот и дожили до наших дней с апостольской верой. И все на проповеди надрывают жилы. На благовестие истращивают нервы. Воображения не хватит. Боже мой. Повсюду шум шагов евангельских героев. На стеновале спит наш патриарх с женой. Женился он на дочери Петровой. То есть разрешено было. Воображение с испугу оживает. Заглядывая в мысли всех евангелистов. Как церковь проповедников рождает. По-русски стали петь Христу молиться. Вообразим. Разгрузка началась от прошлых нынешних и всех канонизаций. Тоталитарная в монастырях сменилась власть. Евангельские строки порчи не касаться. Воображение – образ первозданный. Творит который отче Иегова. Зашевелиться с Лазарем восстанет. Провозгласит запрет отнюдь не жить во гробе. Воображения не хватит, помолюсь. Иное государство – все иное. Не народилась юродивая лжесвятая Русь. А на болотах ни один роман не ноет. Ну, Матюшин роман, который стихотворение все ноет. Журавли и прочее. Хотя хорошие стихи есть. Но дальше этого не может пойти. Он понимает, он система. Патриархийная система сразу его испепелит и измерится, жжет. Вообразите. Все на мелком сити. Просеивает Библия не Иоанн Хронштадтский. И тело храм не корм монашеским москитам. Синод в командировке с Евангелием в штатском. Воображение кончилось. Картина наяву. Лишь храмоздательство пустое и во вред. Разлив греха и трупы вниз плывут. И вместо благовестия обрядоверье бред. 18 марта 2005 года. Это пишет Юрий Соболев. «Знаешь, что означает прозорливость в нашем православном лексиконе. Если не мистифицировать это явление, то этим совершенно чудным стихом вы, Игнатий Тихонович, явили себя прозорливым старцем. Только вот-вот слух излагам мы с близким отделением несоответствия писания и предания византийского типа, как вы, словно послушав мои размышления и вопрошения, ответствовали настоящим стихом. Дивен Господь, спаси Христос. Ваше стихотворение вызвало аллюзию, не иллюзию, а аллюзию, со строками из известной песни. «А мне приснилось, миром правит любовь, а мне приснилось, миром правит мечта, и над этим прекрасно горит звезда. Я проснулся и понял, беда». Алекс Белт. «Боря Коган, это надо, я беседую с отцом Наумом, и там Коган, отец Иоанн, архимандрит, и начал там изгаляться надо мной. Ну, я ему ответил достойно по писанию, его больше нигде нету. И вот вдруг один вышел там, я взял там и до этого, которые были, несколько еще месяцев назад. «Боря Коган с братом Яшей сам начал искать. Игнатий Тихонович, еще восьмидесятые, когда в Москве появились мои, Игнатий, магнитофонные записи Библии, святых отцов, восьмидесятые, где вы были, герои, которые на меня нападаете, где? Восьмидесятые, это вы еще и не родились некоторые, а мне Господь позволил всю Русь наполнить творением Яна Златоуста, 64 пленки, 64 бобины, 64. С 375 метров, скорость 4,7 сантиметра, 8 часов 20 минут каждая, 8 и 20, умножьте на 64. Так это не считать, а насчитать с выражением. Ну, «Жития святых» 12 томов, 40 бобин, 40, по 8 часов 20 минут каждая, они все на моем сайте сейчас оцифрованы. «Добротолюбие» 5 томов, Григория Дещенко 4 тома, то есть 50 книг пришлось насчитывать. Где вы были, герои? Тогда было общество память, там Дмитрий Дмитриевич Васильев был, у них как руководитель или основатель общества память, борьбы с евреями, там то другое. Я приехал в Москву, решил поближе познакомиться, а он где-то его не было, и он еще не зашел, и кто к нам приехал? То есть идет по коридору и слышит, как мы включили мои пленки, голос мой. А они говорят, мы пленки ваши слушали, нам казалось, это голос с неба. То есть ему нравилось это. С Энгельгардом тогда встретился, это основатель монархического общества. Вот. Магнитофонные записи Библии и святых отцов. Не этот ли его уникальный опыт, это мой уникальный опыт, вдохновил их, когда они жили на автозаводской и самим тоже начать записывать свои проповеди, в кавычках. Тогда, будучи молодыми людьми, восхищались им. То есть они были не такими. Пусть это мое наблюдение добавит к характеристике духа, в котором Латкин обличил своего невиданного гостя. Он невидимый, не показался. Сидит, голос говорит, а нет. Отец на уме у него рядом сидит, но лицо не показал. Вот так. Как-то приехали тут несколько благочинных, вот я где сижу, благочинных, Алтайской епархии тогда был Максим Дмитриев. Нужно было встретиться им с губернатором. Написали письма, подать не могут. То есть, ну они все понимают, мыши, говорят, собрались и предложение, как от кошки избавиться, колокольчик повесить. Ну правильно, крысы и мыши все проголосовали. Но кто это сделает? Кошке повесить колокольчик на шею, чтобы она шла и звенела. Никого нет. И они нашли мальчика для битья в моем лице. То есть, сегодняшний губернатор Карлин Александр Богданович, это ставленник Путина, президента. Вот, когда погиб Евдокимов Михаил Сергеевич, в это время его поставили здесь. И они, он решил основать какой-то совет консультационный из разных религиозных конфессий, динаминаций. Конфессии, динаминации, это лживые слова. Ересь везде ставить надо, ересь. Никаких динаминаций нет. И они написали, что никого, кроме тех, которые традиционные здесь, евреи, мусульмане, православные, больше чтобы никого там не было. И они пришли, написали мне, сидят тут, я говорю, давайте, ребята, рассудим так. А по благословению епископа пришли. Епископ ко мне не расположен был, может быть, но нужда. И вот решили, Игнатий Тихонович, что никто лучше вас это не сделает. То есть топили, давили, но хорошо, что не утопили, а то бы некому было идти к губернатору, а вы так подадите, чтобы нас они не обвинили. Я говорю, очень просто. Я это уже знаю, как это сделать. И как? Я говорю, никак. Не делать не надо этого. Только мы уже с мусульманами договорились. Ну, дезавуируйте свою подпись, скажите, этого делать не надо. Не надо. То есть всех сектантов выбросить. Всех херетиков, чтобы не принимали там ни баптистов, ни харизматов, никого, чтобы не принимали. Не надо делать. А почему? Я говорю, две позиции. Давайте. Карлин Александр Богданович, юрист высокого класса. Он работал в самых высших инстанциях прокурорских там. Вы согласны? Так это его биография. Ну, согласны или нет, что против закона Конституции он не пойдет? Ну, да. Я говорю, давай запишем. Против Конституции он не пойдет. Записали первый пункт. Второй. Его поставил Путин. Значит, он ему доверяет? Ну, конечно. Как бы он его поставил-то, не доверяет-то? Ну, вы видите, как Патриарх и Путин вместе. Что интересно, Путин крестится правильно. Вот так вот крестное знамение. Вот так. А Патриарх вот оттуда в карман руку сует. Ни разу не вижу, что Патриарх правильно перекрестился. Я не сужу его. Просто факт говорю. Я говорю, и Карлин не пойдет против Путина. Почему? Он с православием. За скрепу государственную, как называют ее. Что вот решили так не с баптистами, не с мусульманами быть, а с православными. И везде он присутствует. Давай. Первое. Губернатор не пойдет против Конституции. Нигде. Он юрист. Высокого класса. И не пойдет против Путина, потому что он с Путиным заодно. А почему? Потому что он не пойдет против. Не пойдет. И поэтому он никак не пойдет против. А для губернатора все секты, все они одинаковые должны быть. Раз они зарегистрированы, он отец для всех. И поэтому быть царем-батюшкой в современном обществе в России нельзя быть. Нельзя. Надо сначала Россию вычленить отдельно, и чтобы были только православные. Он должен угождать и мусульманам, и буддистам, и евреям. Это невозможно. И поэтому такая гибкая политика, то есть ничем быть. Вот как сегодня президент с любыми встречается, и мещет там открывает, и то другое. Заодно это уже отлучать его надо. Это невозможно, это немыслимо. Считайте, каноны все об этом говорят. Даже свечку пойти или там брать что-то в праздничную мацу, у евреев уже ты исключен будешь из списка православных. Отвержен. Ну и вот они меня туда. Так они тут же давай звонить архиерею, владыка. Тут такой духовный потенциал великий. Да какой потенциал, ребята? Я сказал, не надо делать. Не надо. Не ходите и все. Заявите. Просто заявите. Скажите, мы в этом совете не будем. Больше ничего вам не надо. Вы уходите из совета. И он, раз вы выходите, а Владыка Дмитриев-то, не Дмитрий, Максим Дмитриев-то, он с патриархом заодно. Это патриарх выходит от него. А патриарх, образно сказать, как бы патриарх из этого совета. А с патриархом-то и Путин он еще против пойдет. И поэтому Карлин откажется и скажет, совет этот от него, а куда он нужен без православных-то? Да вы что? Это так просто и очень просто. Ну что вы такие недальновидные это? Ну у меня там одна знакомая, она зав. кафедры теологического факультета Алтайский государственный университет. Вот Марина Маратовна Волобоева, турчанка как будто бы. Очень хорошая женщина. Просто замечательная. К нам приходила, была здесь. И она мне сразу позвонила. А Карлин-то говорит, вы как вчера говорили, он отказался от совета, сказал, эту идею закрыть надо. Я говорю, все кончилось на один день только. Так вам надо в совете быть где-то у Путина. Да кто меня возьмет? Вот они что-то делают, там Путин. Я всегда мысленно проигрываю. Вот отец у меня неграмотный, с матерью вместе полкласса не кончили. Он вернется с собрания колхозного и говорит, неправильно они делали. А я думал, у меня отец все знает, а почему же его не избирает-то? Ну вот такой и я. Знаем. Бодливой корове Бог рок не дает. Воин Христов пишет. Советую просто изучать Библию, жития святых, добротолюбие. Считаясь святой, чувствую души смирения, покаяния, благодать. Тарас. При просмотре ролика на моменте 1 час 10 минут, это так долго беседа идет, ясно на бороде у Игнатия из черных волос проступает крест. И справа от креста сверху голод с раскрытыми крыльями. И длится это 15 минут. Я думаю, что попало, мистика какая-то, стал смотреть правду. И вдруг крест начинает яснее, яснее на бороде у меня крест, четкие, ясные границы креста. А один пишет Тарасу. Да, действительно, крест проявился. Это знак. Что знак? Знак, что вроде я говорю правильно, но крест, прямо четко, ясно крест. Какой у меня на бороде крест? Не знаю, с чего ради, прямо крест. Ровная линия, одинаковой длины, вертикально, перпендикулярно, все крест. Ну, вот такое. А когда они нападают на кого-то, который к нам близкий человек, нападает на метаполита, то я на нем отвечаю, судьи, если бы вы не орали, то есть не пахали на моей телесе, то не отгадали бы моей загадки. Это Самсон сказал. Поэтому, ну, пашут-то на моих ресурсах, на моих близких людях. И вот здесь дальше хотел сказать еще. В этом 16-м году у нас день деревни будет отмечен 15 мая. Повторимся. Пишите, кто желал побывать, посмотреть. Разрешается в этот день приехать и уехать. По всей вероятности у нас будет служить митрополит. Не боимся сказать, он никого не боится пока. Митрополит Московского Патриархата Алтайской епархии. Конечно, секретарь епархии, священники, семинаристы приезжают, и не один. И хор привозят с собой. В Теряевке, там есть что показать. В прошлом году он был, а нынче дорогу въездную сделали. Она обошлась почти в полмиллиона, 250 метров. Вот, как дорого все это стоит-то. И три пруда заложили. Если Господь благословит, то нынче еще два пруда постараемся сделать. Конечно, большие средства нужны. Но находятся люди, которые помогают. Бог положит им на сердце тоже помочь. Ну, вот я говорил про Матио Саруса. Посмотрите, как я стихотворение написал. Вот, немножко. Ну, еще покажу. Ну, а вчера, интересно, мне один близкий человек, ну, скрывать не буду, Сергей Козлов, парализованный. Посмотрите вот это. Вскрытие человека морг. Посмотрите. Я просмотрел раз, а потом с батюшкой еще раз. Ну, а я дальше уже нашел еще одно, еще одно. Что будет, когда ты умрешь, как тело разлагается. Златоуз говорит, это очень полезно. Не в день. Лучше ходить в дом плаща. Там, где судят человека, где умер. А здесь анатомируют. Как череп распиливает, мозги вынует. И все внутри проверяют, на анализ берут. Я первый раз это видел. Благодарю Сергея. Вот. Смерть любимой девушки на глазах у жениха. И как вытаскивает ее мертвого. Его зажало, кое-как там вытащили. Если бы загорелся, то он сгорел бы там. Вот. Вот смотрите, какие заголовки. Берите и посмотрите. Я на это отвечаю. Псалом 138. Ибо ты устроил внутренности мои. И соткал меня в очреве матери моей. Вот как разрезает. Как удивительно человек устроен. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивно дела твои, душа моя вполне сознает это. Три тысячи лет назад восхищался вот этот царь, пророк Псалмопевец. Но людям он известен не только как царь, но и Псалмопевец. И, конечно, в этом плане, как Псалмопевец, его знают везде. Считают его Псалмы. А что царь? Ну, ушел, был, да и не было. И пророк-то, пророк сейчас там немного его. Да и они редко вспоминаются. А вот Псалмы, вот это дело другое. Почему эти Псалмы Мухаммад не знал? Он Дуайт назвал, его там кто? Давыд-то. А назвать, то есть, на слух брал. Псалтырия у него не было. Думаю, что этот Мухаммад, то есть Магомед, обязательно бы процитировал 50-й Псалом. Он интересный такой Мухаммад этот был. Ну, монахи молчали, него не обратили. Это два миллиарда было у православных. Хлопали, просидели там, лестовками, подружниками. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. А образуем был во глубине утробы, в темноте. И Бог там созидал, программу закладывал. И чтобы бабки, детки любили, внучата, бывает у них походка такая же. И похожи на них, они прям леют. На меня похож. Так же внучка идет, и так же задницу там открячет. Или музыкальные способности. А они, старики, этим умиляются. Они, ну, свои-то проиграли, детей-то не воспитали. И теперь последний шанс, как Лев Толстой говорит. Последний шанс дается. Ну, а этих еще больше испортят шоколадками. К слову сказать, у кого тромбозы разные, вчера еще раз прочитал, мешает. Лучшего лекарства нет, как мед. Настоящие спасики. И каждый день, к вечерам и утрам, все разгладится, рассасывается. В теплой воде. Пошу и столовую ложку. Потратьте пенсию на это, не на лекарства, не на уколы. Это вам ничего не даст. И как будто программа какая-то есть. Уколы дают старикам и уходят из жизни. Может быть, действительно? А зачем они нужны, старики-то? Гниют здесь, мешаются жить. А тогда вы будете живые, нужные. За вас будут держаться все. С нучатами будете. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Еще не родился, у Бога уже известна наша биография, до одного поворота языка, до одного сантиметра передвижения. Ибо ты возвеселил меня, Господи, творением твоим. Восхищаюсь я делами рук твоих. Ио, не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня? Ну, с чего человек начинается? С мужского семени. И сгустил меня. Какое выражение? Кожей, плотью одел меня. Костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне. И попещение твое хранило дух мой. Это так же у животных. Вот представьте, кости. И вдруг жила ослабели, человек умер, распалось, и кости не соберешь. И как они сгибаются, до какого момента? Вот ногой пошевелите, туда-сюда выворачивается как. Пальчики каждого как шевелиться. И они не распадаются. А когда вот борьба-то без правил, как они бьют себя. Поднимет его, да полударит там еще его. И он не рассыпается. Удивительно. Жизнь и милость даровал мне. И попещение твое хранило дух мой. То есть я был живой. Примудрец Соломона. И я человек смертный, подобный всем потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерни образовался вплоть в десяти месячное время. Сгустившись в крови от семени мужа. И услаждение, соединенного со сном. Вот какое точное определение. А почему десяти месячное? Да у них месяц был короче, лунный месяц. И получалось почти десять месяцев. И я, родившись, начал дышать общим воздухом. И не спал на ту же землю. И первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. Ни улыбкой. Ни один ребенок с улыбкой не рождается. Вскормен в пеленах и заботах. Ибо ни один царь не имел у нового начала рождения. А один для всех вход в жизнь. И одинаковый исход. Вот вчера меня натолкнул Сергей Козлов посмотреть, как исход. Как вскрывает череп, заворачивает кожу, разрезает, перепиливает. Это медики. Как много они должны знать. Как препарируют, кто это придумал. Как нож этот называется. Все. И вот попутно прочитал 13 попыток убить Путина. Мы каждый день молимся за него и за Порошенко, за Обаму, чтобы не было покушения. Мы молимся за Эрдогена каждый день. За Омана Тулеева. Ну вот я показал, что это за день накопилось. Ну и попутно показать на наш... Вот. Сейчас прочитаю. Я тут уже, вот видишь, Галина зашла. Вот. Просчитать. Это мой мир. Вот как выглядит. Там несколько страниц. Другой я с Голубиных. Именно на это заходить надо. Тут легко переписываться. Все данные давать. Ну и вот. Последнее. Это наш форум. Как выглядит. Православный форум Игнатия Лапкина. Вот здесь. Первая цифра. Ну что там в ней есть? Вопросы и ответы. Я даже не знаю, что-то пришло или нет. Видите? Я не успеваю ничего этого делать. Сейчас протяну. Ну этому я отвечал вчера. Сегодня выходит ничего больше и не было за это время. Ну и наш видеоканал. Православный видеоканал. Открытым оком. И сайт открытым оком во свете Библии. Везде открытым оком во свете Библии. Вот. Ну вот все раз, что это было выставлено. Вот сегодня каждый день выставляем. Вот вчера у меня получилось 11 роликов за день. 11 роликов. Кто-то что-то находит. И вот особенно здесь нет его. Это в Библии. Вот. А там есть ответы на занятия. Вот как оно будет называться. Называется. Они у меня идут. Каждый день я ставлю новые. Их закачали все. Занятия потеряю. Сегодня 45-е. Но так как их закачали раньше, я не могу закачивать. У меня один ролик часов 6 скачается. А ставят под замок. А я потом снимаю. Вот сегодня 45-е. И они поэтому выставляются не на первой странице, а дальше. Если кому это интересно, занятия тематические. Они очень богатые. Вот сегодня 45-е. Маленько подальше продерните. Когда на нашем канале бываете. И 45-е запомните. По порядку. Себе помещаете. Где? Вот оно. Вот так посмотреть дальше. Где этот? Ну вот здесь тут слово еще. Дальше еще пойдет. И так. Ну еще, кроме того, вот здесь есть главная страница. Это главное написано слева. Вам видно? Нет? Я один тут так записываю. Вот я его нажал. Вот белая полоса. Все. И открывается житие святых. Вот. Сегодня еще выставили. Я их. Память преподобного отца нашего Фомы Юродиевого. Вот это я выставлю, перенесу в мой мир. Вот в моем мире. Вот это в моем мире. Здесь все. Все. Даже тех, которые там далеко. Тут я их впервые сюда перетаскиваю. Вот только зашла Галина Загуляева. Я еще не видел. Не читал. Вот нажал. И тут уже она не появится. Что она? Доброе утро, Игнатий Тихонович. Мы сегодня в храм не приедем. Я себя неважно чувствую. Видите, как оповещают. Вот пока говорил, уже будем знать Галину Малинину. Молиться. Дальше. Александр Марьясов. Что он тут пишет? Игнатий Тихонович, благодарю за все то, что получил от Господа нашего через вас. Вы дороги для меня. И это не дифирамба, а реалии нашего единовременного земного бытия. Спаси Христос. Ну, больше пока ничего тут и нет. Когда есть, я прямо сходу считаю, считаю, которые заходят. Ну, все как будто на этом. Дальше вот это показываю. Последнее. Это сегодняшнее. За вчерашний день дал отчет. Ну, и поэтому напоминаю, кто хотел быть в Потеряевке, быстренько откликнитесь. Опять исчезнет это, ну, минимум на год. Возможности приехать не будет. Только на своих машинах. Встречать никого нельзя. Невозможно. Не до этого сегодня. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...